Так, сейчас я подгружу несколько фотографий, сейчас буквально подождите немножко. Ну, во-первых, скажу сразу, что вот этот перепросмотр, это как бы одну из форм, я предложил, вы ее можете всегда повторить в жизни, когда ситуация сложится, либо просто когда будут интересы, любопытства. Но по перепросмотру у Магани в одной из его книг прямо написана целая глава и там 22 страницы. По идее, это все нужно читать и лучше по переводе на русском. Это вот конкретно в его книге, которая называется «Секрет Талтека». У нас, значит, сейчас просто для тех, кому просто может быть интересно или может быть кому-то из ваших знакомых или друзей может быть интересно, я повторюсь, что мы с Ириной, Ирина моя соведущая, вот она слева, проводим тур в Мексике, по Центральной Мексике с 19 по 29 февраля. Это 10 дней, 11 ночей. Если кому-то интересно, то вы можете нам написать, порасспрашивать более детально об этом путешествии. В нем будет очень много практик индейских цивилизаций и того, что вообще связано с этой территорией. Это не просто тур вот съездить, посмотреть интересное место, там место археологическую зону, а познакомиться с концепцией, попробовать практику на себе. В идеале вообще это узнать от носителей традиции, поэтому у нас встречи и с шаманами, и с теми, кто в традициях находится. И этот тур можно, вот эта группа у нас в чате, которая, да, там есть в чате ссылка на телеграм-группу, которая называется «Мексика. Путешествие с Алексом Ириной». И в нем подробная программа тура. Если у вас физической возможности в тур поехать нету, то вы можете в онлайн формате проходить участие, потому что мы предыдущие туры все проводим, ну, даем такую опцию людям. То есть, имеется, кто, например, там из России или там с Украины или по каким-то другим причинам, допустим, тяжело отпуск получить на, получается, почти на две недели. То есть, такие участники проходят онлайн, как онлайн-участники. Что это означает? Это означает, что создается закрытая группа, закрытая в телеграм, и все материалы этой группы выкладываются за всю поездку. То есть, имеется в виду и видео, и стримы, и аудиозаписи практик. И онлайн-участник может потом в свое удобное время это перепосмотреть, перепрослушать. Вот. И, значит, если в ТГ-группу, посвященную Мексике, зайти, там в закрепе вверху программа, и в программе, значит, есть перечисления, в том числе практик, которые идут от Талтеков и от других, получается, индейцев. И вот такой вот путь, по которому мы проезжаем. То есть, из Мехико потом в Тулу, который стоит поверх древней столицы Талтеков, Талан. Потом их исторические города, такие как Пуэбло, Оахака. Потом из Оахаки мы возвращаемся в Веракрус. И вот эта вот зона, где очень много осталось голов альмеков. У нас отдельные будут практики, можно сказать, такие практики оракула, выхода на контакт, на телепатический контакт с головами альмеков, потому что индейцы это делали регулярно. У них есть в литературе то, что как бы их практики, индейские выхода на телепатический контакт, мы будем пробовать, и их практики мы будем пробовать, и коллективное сновидение, которое Клеогрин, например, предлагает как практику Кастанеды. Потому что вот эти вот все буквы здесь помечены как Б, Ф, Е, Д. Это все территории, где была цивилизация альмеков, и где остались их артефакты. 17 голов оставлено, осталось после них, и они именно срабатывают как оракулы. Это все равно, что вот изготавливается порой какое-то физическое тело, и крупный спирит в это тело как бы приходит как в дом. Такое часто в прошлом делали там и шумеры, и Древний Египет вот со своими, ну как бы изготавливая статуи богов. Это не просто их лики, они прямо как дома для этих спиритов изготавливали их. И с головами альмеков можно работать. Практики все перечислены вот здесь, это на второй странице в программе. Те люди, с которыми мы встречаемся, что ценно, мы встречаемся именно с носителями традиций, некоторые из которых просто уникальны. Например, вот в Верху Тиахо Гаруге, это известный антрополог мексиканский, которая сделала документальные фильмы о Кноразеве. Кноразов, на минуточку, ну это наш гений, украино-российский, потому что он родился в Харьковской губернии на Украине, но учился в Москве, а свое открытие, шифровку письменность майя он сделал в Питере, где фактически большую часть своей жизни прожил вторую. Так вот, когда он еще был жив, то есть когда ему там было 70 лет, вот так вот, ему разрешили в итоге в Мексику выезжать, но он расшифровал майя, именно наш ученый, и это было очень сложно. И она снимала документальные фильмы о нем, она в том числе работала как ассистент с Федерико Феллини, она познакомила Феллини с Кастанедой, Тяху-Гаруге, вот, и в прошлом туре мы с ней встречались, плюс потом, вот если посмотреть, дедушка Мигель и у нас, и бабушка, получается, Тере, они носители традиций, это танцоры солнца, танцор луны, а потом четвертый шаман у нас, Хесус, Хесус, вот, шаманские практики, вот, Талтеков он будет, где будут нас трещины между мирами в пещерах. В общем, много самих людей, с которыми мы знакомы, с которым ценно познакомиться и еще послушать из их уст о том или ином явлении или о той или иной традиции. Например, дедушка Мигель, он нам проводил в прошлый раз экскурсию по Тиау-Тикуа, городу Пирамид, и это огромная разница, когда ее проводит какой-то там туристический гид, ну, современный, пусть там мексиканец, да, или там россиянин там из турфирмы, который просто почитал, а другое дело, когда человеку было реально это интересно, он десятилетиями сам это изучал, и изучая, а он, получается, мексиканец, он, ну, как бы доступ к большому количеству источников имеет на испанском, он может потом рассказать очень тонкие вещи. В общем, вот это ценно. Прямо вот чем отличается в туре вот встреча с людьми вот этим моментом. Ну, я хочу сказать, что сейчас у нас группа офлайн, если кто-то на территории, особенно США или Канада, практически набрана, у нас остается 7 мест, но эти 7 мест еще остаются, и мы за счет вот этой Черной пятницы опустили цену, и у нас сейчас участие вживую стоит 1999 долларов. Если кому-то интересно, то просто пишите в личку в Telegram мне или Ирине и узнавайте детали. А про онлайн-участие, где вы получаете доступ ко всем материалам, просто не присутствуете физически, а смотрите через камеру того, кто ведет видеосъемку, и к аудиозаписям практик. На этой неделе у нас вот этот день последний, когда идет еще 50% скидка, и в долларах это стоит 279 участия, то есть почти в 8 раз дешевле, а в рублях 24,499. То есть нужно сделать депозит, там долларов 49 или там 4900, и остаток можно распределить еще с выплатами в течение двух или трех месяцев, а это как бы очень удобно, пассивно для любого бюджета, потому что выплаты в месяц для онлайн-участников примерно там по 50 долларов американских, ну по 5000 рублей. То есть если вы хотите, то вот в Telegram, в чате, сейчас я выложу, значит, если не выложено, то как нас контактировать, либо просто сделать фотографию, то есть либо если я с вами в Telegram уже как-то законнектен, то просто напишите мне сообщение, Алик Серпин, либо Ирине, вот как Ирина пишется, Ирина Князева, то так можно написать, задать вопрос, если хочется онлайн-участия, потому что последний день, когда 50% скидка, то вы можете сделать. Ну и все детали еще в Telegram-группе, где вот Мексика, вы можете зайти, если кому-то интересно, то подписаться на этот канал, который мы ведем с Ириной, и там информация более детальная в одном из последних постов по участию, по скидкам. Если у кого какие-то вопросы, то задавайте. Я могу сказать, что форму онлайн-участия мы пробовали, как в прошлом туре, потому что реально как бы некоторым тяжеловато лететь через океан, через Атлантику, хотя россиянам и украинцам виза не нужна. Вы просто электронное уведомление получаете, когда летите через Стамбул, у вас получается там как бы основной перелет, там Стамбул, Мехико, премии рейсы есть, поэтому такой уведомники не нужны, поэтому путешествие это реально. Но для тех, кто прилететь не может, были участники онлайн, в том числе на последний тур США, Старий Зона, по местам силы в США, и онлайн неплохо заходит, в плане того, что этот контент все равно выкладывается в группу в течение дня всеми участниками, а потом в конце еще идет обработка. То есть я беру то, что было фрагментами, я их соединяю, поясняю просто, вот как, откуда это появилось, или здесь, допустим, началась практика, вот она, допустим, там история, предыстория практики, вот сама практика, вот ее завершающая часть, вот ссылка такая, такая, такая. Этот контент выкладывается обычно в закрытой группе в течение трех-четырех месяцев после завершения тура. Поэтому вы получаете доступ к большому информационному пласту, плюс мы касаемся разных тем, например, ну помимо вот Альмеков, мы вообще цивилизацию Альмеков, особенно плотно в этом туре ее будем касаться, но, например, такая вещь, что на территории Мексики найдено большое количество артефактов контакта, палеоконтакта, то есть контакта с инопланетными цивилизациями. Их больше, чем в других местах там на Земле территориально, то есть это не десятки объектов или сотни, а точно десятки тысяч, если не сотни. Из них нужно понимать, что, наверное, половина, а это подделки. Ну то есть не надо прямо сказать, что вау, нет, там есть артефакты реальные, и в том числе, ну как бы это на бизнес поставлено, как бы на подделки. И вот эти вот вставки не только про космогонию Талтеков, не только практики Талтеков, но еще вот этот историзм, который связан с этой землей Мексики, то есть что было найдено в таких областях, что именно изображено, как это понимать, чем отличается подделка от реального объекта, как к этому относится официальная наука в Мексике. Она очень по-разному относится, если знаете, недавно там инопланетян демонстрировали в этом у них в конгрессе мексиканском, перед конгрессменами, вот, не так давно, буквально месяц назад, наверное. В общем, вот эти темы, мы тоже все касаемся в туре для просто нашего культурного общего обогащения. Ну а практики можно изучить и попробовать на себе, поэтому если кому-то интересно, то пишите в Телеграм, либо в WhatsApp, либо там, где вы нас с Ириной можете проконтактировать. Я сейчас тогда еще раз ссылки сброшу, как нас проконтактировать и как форму заполнить. И те, кто форму еще не заполнил, и кто хочет получить копию, имеется в виду видеозапись этой сессии, то заполните форму и отметьте там, что вам нужна видеозапись. Если вы хотите что-то перепросмотреть, уточнить, либо хотите поделиться с кем-то из ваших знакомых или друзей вот этой практикой. Мы, получается, час-два часа практически проработали сегодня. Но сегодня, как бы, да, ожидалось, что мы можем выйти за, немножко выйти за сессию. Сейчас я тогда размещу ссылки. И мы будем завершаться. Если у кого-то есть заключительные вопросы, то задавайте, я с удовольствием отвечу. Вот я в час сбросил как с нами связаться. Можно по WhatsApp, по телефону, либо в Telegram, написав мне или Ирине. Если есть вопросы, то сейчас включайтесь с микрофоном. По перепросмотру, по Талтекам, либо с другого плана я поставлю на стоп-запись. Да, написал Луксман. Хотел пересмотреть первые 50 минут. Ну, форму заполните. Там есть один из запросов. Нужно подметить, нужна ли вам видеозапись этой сессии. Если вы выберете «да», то я с вами свяжусь и вышлю ссылки на видеозапись. Все, тогда отлично. Отлично, хорошо. Еще. Сейчас я посмотрю. Я не смотрел чат. Вот. Я надеюсь, что вопросы в чате не задавались, а больше были комментарии текущие. Вот Наталья Просифиро дала перевод. Да, благодаря за практику. И вам спасибо. Я очень рад, если мы были с вами вместе сегодня, и вы узнаете для себя нечто новое и полезное для себя. И, соответственно, у нас есть возможность нам написать, если есть какие-то дополнительные вопросы, либо если вы берете онлайн-участие, либо вам нужна видеозапись этой сессии, либо если вы хотите просто на подобные сессии приходить в будущем. На этом все. Спасибо вам большое. Всем.